Такая яркая радуга на небе. Две. 24 июля. Сейчас 9 часов вечера. И у нас появилась какая-то надежда на хорошую погоду на завтрашний день. Появилась радуга на небе. И вот такой закат с розовыми облаками. Соскучились по теплу. Если честно, такого холодного июля я даже не помню. Всем доброе утро. Вы на канале Любимая дача. Иркутский район. Меня зовут Оксана. 25 июля. Ничего не поменялось. Картина та же самая. Небо пасмурное. На градуснике у нас 9 утра, как обычно. 12 градусов. От холода и дождя начинаются грибные болезни. У меня вот такая астра. Пушненький такой кустик. Она цветет очень поздно. Осенняя. Но посмотрите, начался. У нее там какой-то грибок. Все внутри черное. Нужно срочно опрыскивать. И здесь уже никакой фитоспорин, конечно, не поможет. Но нужно иметь содержащие препараты противогрибковые. И точно так же начали болеть лилии. Лилии не могут расцвести. Солнце нет уже неделю. Тоже листья начали чернеть. Они не растут. Затормозили в Русте. Листики повреждаются. Сейчас я найду мидсодержащий препарат. Я для растений, которые мы едим, но для овощей каких-то не пользуюсь такими вещами. А для цветов, конечно, буду использовать. Иначе тут все заболеет. Ну, сыро, пасмурно. Ничего не просыхает. Дождя вроде бы нет. А все очень мокрое. Лужицы везде стоят. Нашла у себя препарат. Бегапик. Это мидсодержащий препарат. Сейчас я его разведу. Выпрыскиватель по инструкции. И опрыскаю все свои цветы. Я даже сильно придерживаться инструкции не буду. Сейчас нагласно немножко налью на литр воды там. Ну, сколько-то из бутылька. И опрыскаю. Цветы же мы не едим. Ничего страшного, если передозировка какая-нибудь. Вот его описание. Я ничего не рекламирую. Просто я себе вот такой препарат купила для цветов. И еще опрыскаю я сейчас петуний на всякий случай. Они тоже заболевают. Мучнистой рысой в сырую погоду. Сейчас они еще не больны. Но для профилактики я их опрыскаю. Двери в томатную теплицу. Даже в такой холод и дождь я не закрываю летом никогда. Чтобы томаты не заболели. Сейчас зайдем посмотрим. Ну, пока листики нормальные. Но в любую минуту может начаться кладоспариоз. Знаете, вот уже вижу я его. Вот начинается на листьях. С обратной стороны маленькое пятнышко. Такой листик я уберу. Хорошо. Ну, пока не массово. Пока вроде бы вроде бы я не вижу. Причем не все томаты поражаются кладоспариозом. Ну, его еще пережить можно. То есть фитофторы заболевают томаты. Можно потерять урожай весь. Пока вроде бы листики чистенькие. Периодически опрыскиваю фитоспорином. Проветриваю. Мульчирую. Томатная теплица. Там, где двери открыты. Там 15 градусов. На веранде у нас 12. Ну, тут, видимо, под крышей. Не знаю. Может, как-то потеплее. Ну, мало. 15 градусов июль. И это не ночь. Это уже 10-й час утра. Помидоры собираю. Как только они начинают менять окраску. Чтобы дальше следующие наливались. Потому что вообще невозможно понять, будет ли у нас когда-то солнце и тепло. Прогнозы смотрим. Все пасмурно, пасмурно. Каждый день дождь. И температура низкая. Поэтому без солнца они краснеют долго, плохо. Но, чтобы все-таки получить урожай томатов, я их собираю. Вчера вот вечером собрала опять такие чуть-чуть, которые начинают вот такие. Меняют они окраску. Собираю и складываю дома их в полотенце в тепленькое место. Там они доспевают. И тогда уже начинаю делать заготовки. Я просто боюсь, как бы все не заболело в такую погоду. И совсем без урожая не хочу остаться. Кабачки такую погоду вроде бы выдерживают. Не болеют пока. Это сорт такой на кавиле. Всегда такие пятнышки. Это не болезнь. Ну, кто-то вот погрыз. Но начинают подгнивать. Потому что вот видите, вот настолько все мокрое, мокрое, ужасное. сырость. Горох начинает заболевать. Вот тоже от сырости и холода. Началось грибное заболевание. Никакой химии опрыскивать не буду. Как будет, так будет. Сурожай соберу. Заморожу горох. И потом просто уберу всю эту грядку. Бальзамины лучше всего переносит дождь. В геране в принципе тоже ничего. Но все равно они такие вот желтоватые. Растут не очень хорошо. Потому что бальзамины любят тепло. Им не надо прям яркое круглосуточное солнце. Они могут расти в полутени. Но все-таки какой-то солнечный свет нужен всем. А мы уже неделю без солнца. Алисом замечательно пахнет. вот здесь бальзамины у меня совсем залило дождем. И от перелива они все-таки попортились. видимо начинается тоже какая-то болезнь. Сейчас я тоже их опрыскиваю. Ну да, там вода стоит. Сейчас я воду солью из крышков много воды. Ну вот пока показала то, что смогла. Работать в огороде невозможно что-то делать. Будем ждать тепла. Всем до свидания. Всего доброго.